Не считая городов федерального значения, Ингушетия самый маленький регион в составе Российской Федерации. Но по количеству блюд местной кухни Ингушетия даст фору большинству регионов нашей страны. И, конечно же, я попробую самые интересные из них. Ведь я, ресторатор Дмитрий Левицкий, это программа «Гастротур» на телеканале «Пятница». И мы начинаем наше гастрономическое путешествие по Ингушетии. В этом выпуске я сварю суп из масла, молока и черемши. Вряд ли я смогу объяснить, когда бы я захотел такое блюдо. Научусь отличать живую воду от мёртвой. То есть три километра она протекает вот здесь по горам, получается? Превращу изюм обратно в виноград. А говорили, фарш невозможно прокрухить назад. Пообедаю у народной артистки. Ничего себе! И попытаюсь подняться по самой длинной лестнице страны. 1780 ступенек. Половина территории республики располагается на равнине, а половина в горах Северного Кавказа. И кухня равнинных и горных ингушей немножко различается. В горах основной продукт это мясо, на равнине в меню появляются овощи. Но и там, и там гостей встречают традиционной лепёшкой, которая называется чапель. Эту национальную лепёшку с начинкой здесь готовят с глубокой древности. Раньше её делали из ячменя или овса, но сегодня традиционно используют пшеничную муку. У нас тут мука. Делаем углубление. Так, давайте. Кефир нам. Это на кефире делается, да? Так, всё, заливаю? Заливайте. Мы прямо сейчас гостей, по-моему, ждём. Прям такой объёмчик у нас тут. Целый тазик. Сюда же добавляем соду и соль. Сейчас буду мешать всё это. Должно получиться мягкое тесто. Ну да, тесто на кефир, оно должно быть таким вот пухленьким. Угу. Эластичным. Тесто у нас готово. Ему надо чуть-чуть, минут 30 полежать. 30 минут лежать? Да. Блин, я думал, мы сейчас с вами перекусим. А чем тут заняться-то пока? А вы лучше сходите, погуляйте. У нас тут есть лестница длинная самая в России. Ага, ну пойду посмотрю, что там за эскалатор, что ли? Да. Действительно, нахожу рядом самую длинную деревянную лестницу в стране. Она же тропа здоровья. 1780 ступенек. Ну, хватит мне здоровья для того, чтобы преодолеть. Конечно, хватит. И не туда лазили. Друзья, это на самом деле не так просто, потому что все ступеньки разные, на разных высотах, они немножечко под разными углами. Поэтому это реально настоящий тренажёр для ног. То есть каждый новый шаг отличается от предыдущего. А шагов здесь 1780. Но, ребята, где мы только не бывали в программе гастротур, что нам лестница 1780 шагов? Через несколько сотен ступенек, понимаю, эта тропа только для сильных. Духом, ногами и лёгкими. И она реально бесконечная. Какое-то невероятное количество ступенек. Не, не готов, не готов. Возвращаюсь обратно к любимому виду туризма – гастрономическому. Ну всё, 1780 ступенек. Пробежал бегом, как горный козлик буквально. Ну, зрители видят. Всё, тогда у меня тесто отдохнуло. Начинку я подготовила. Там варёная картошка, творог и тыква. Это всё вместе как-то замешивается? Нет, конечно. Всё будет по отдельности. Выбирайте начинку для первой лепёшки. Какая самая классическая? Творог. Творог. По мне творог. Мы немного раскатываем тесто и обильно кладём на него начинку. Пирожок какой-то получится что-нибудь? Как вы это будете делать? Ну, посмотрим так. Как киркаль закручивает его. Раскатываем. А, просто вы вот так вот раскатываете, да? О, класс. Тесто раскатывается до размера сковороды и затем жарится на ней без масла. Уже после горячую лепёшку смазывают топлёным маслом. То есть просто сейчас мой талант художника должен проявиться, и я должен прям нарисовать картину маслом, что называется, да? Раскуйте. Как говорится, друзья, маслом чапель не испортишь. Лепёшка с картофелем делается по той же технологии, а вот с тыквой немного по-другому. Мы для начала раскатываем тесто. Тыква здесь вообще появилась гораздо раньше, чем картошка. Поэтому тыква вроде как более классическая даже. Да, чапель с тыквой? Да. Так, вот, берём тыкву нашу. Смазываем одну сторону и другой стороной просто закрываем. То есть это такой получается полумесяц, да? Круг, а это полумесяц. И лишнее вот вырезаем. А после жарим также на сухой сковороде. Перед подачей чапель режут на кусочки, как пиццу. Начну с картофельного. Вообще в разных кавказских республиках мы ели схожие блюда, да? Когда в тесто заворачивается начинка и получается вот такая тонкая лепёшка. Это были и чуду, и кутабы, это были хычины. Здесь вот новая вариация. Но что важно, здесь тесто кефирное, да? И оно получается такое эластичное. Да, это немножечко пышное эластичное. Такого мы не пробовали ни разу, и это очень вкусно, скажу я вам. Ну, а маслицем топлёным смазанное, это же вообще правда. Картофель появился в Ингушетии относительно недавно. Да и вообще в России творог и тыква были исторически начинками для этого блюда. Так, попробуй творожок. Стоящий, домашний. Ой, ну, друзья мои, беспроигрышный вариант, если на завтрак. Такую лепёшку с творогом, с горячим чаем. Причём вкус тут солоноватый. А вот у тыквенного чапеля он будет сладкий. Ведь тыква для него варится с сахаром. Ой, шикарно. Нежное пюре из тыквы. Очень деликатное, сладкое. Чем-то даже напоминает абрикосовое варенье, абрикосовый джем по вкусу. Ой, ну, прям классное пюре. Тыква умеет удивлять. Если с такой вкусноты начинается моё путешествие по Ингушетии, я заинтригован. В древнем эпосе Ингушей в Пантеноне была богиня воды. Звали её Кинана. Разожлить её было очень просто. Нельзя было бросать в воду мусор или, например, да растирать. В источниках было запрещено. Под покровительством Хинаны были живые и мёртвые источники. Ингуши давно научились различать, какая вода живая, целебная, а какая, наоборот, губительная. Я приехал на завод, где разливают настоящую живую воду. На высоте 3300 метров над уровнем моря располагается ледник, который тает и образует горную реку. То есть 3 километра она протекает вот здесь по горам, получается? Да, верно. Обогащается минералами и получается живая вода. В потке, так как мы её не озонируем, вода остаётся живой. И если воду после розлива, после того, как люди покупают её, не ставить под прямыми солнечными лучами, вода не портится и не зеленеет. А ещё она не проходит никаких химических фильтров, только пропускается через тонкие мембраны, очищаясь от мелких частиц. Вода эта настолько чистая, что в бассейнах с ней прямо на предприятии выращивают мальков радужной форели. О, какие водяные роботы. Так а что здесь происходит? На данный момент у нас разливается 0,5 бутылка ПЭС. Сначала ополаскивается водой. Вот здесь, да? Да. Потом разливается, наливается вода и следом закупоривается. Пора попробовать, какова на вкус ледниковая вода. Ребята, ну как из горного ручья напился воды. А так оно и есть на Талфеле. Вот он, ручей, вот она линия, вот она, реальная чистая вода, очень свежая, очень мягкая на вкус. Три литра в день надо, да? Три литра в день? Ну давайте, начну прямо сейчас. Сладости занимают в кухне ингушей особое место. Здесь их великое множество. Они делают свои версии блинчиков, оладушек. Здесь есть хворост, пряники, сладкие каши. Но мне обещали показать самые необычные из традиционных ингушских десертов. Фатима, ну очень интересно, ничего не понятно. Мы с вами будем что-то делать сладкое, национальное. Да, естественно. Так? Рассказывайте. Мы будем делать сладкий плов. На нашем языке называется мерздук. 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 Да. Отваренный рис, изюм, топленое масло домашнее, сахар, орехи. Это, конечно, по желанию. Желаю орехов, так. Если вы желаете, мы их добавим. Отлично. Первое, что нам нужно сделать, обжарить изюм. Жареный изюм? Да. А зачем жарят изюм? Он должен быть в жареном виде с топленым маслом. И когда его готовят, слоями укладывается сначала рис, потом сахар, потом с маслом изюм. И в несколько слоев оно выкладывается. Класс. Никогда не жарил изюм. Топленого масла Фатима не жалеет. И вообще замечает, что оно тут в составе практически каждого блюда. Так. Вот так вот. Сейчас они начнут жарить. То есть это традиционная сладость, которая постоянно на столе здесь, в Ингушетии, всегда стояла. Мероприятие, да, это всегда. Даже без мероприятий. У нас есть такой обычай. Неделю, один день, это четверг. Так. У нас по усопшим раздают сага называется. Это как бы готовится любая еда, будь то тяпень, будь то рис, будь то халва, готовится, это все горячее раздается. Кому? Ну, по соседям, родственникам. Кто поближе? Сегодня в сладкий плов добавляют и орехи, и курагу, и даже свежее яблоко или грушу. В классическом рецепте только рис, сахар и изюм, которые сейчас начинают в прямом смысле надуваться на сковороде. Вот видите, процесс. О, как интересно. Он снова превращается в виноград. Смотрите, ребята. А говорили, фарш невозможно прокрутить назад, а изюм можно снова сделать виноградом. Да еще каким вкусненьким, жирненьким. Да. Запаш вот хороший вся. Вы знаете, просто открыли мне Америку сейчас. Время строить наш сладкий домик. Сначала в большую емкость мы укладываем слой риса, обязательно холодного. После обильно посыпаем сахаром. И вот наступает очередь жареного изюма. То есть прям зачерпываем с маслом, и с маслом прям кладу, да? Да, да, с маслом, и вот все вот это вот раскидываем. Масло пропитывает рис. В этом и суть многослойной укладки. Мы повторяем процедуру несколько раз. Орехи мы когда-то дали. Мы сейчас в этот слой положим орехи, а потом в верхний слой положим. Нижний не обязательно. Не перепутайте мне. Это я их просто руками вот так вот, чтобы они были покрупнее, чтобы чувствовался орех. После убираем плов на медленный огонь на 15-20 минут, чтобы слои подружились между собой, как говорит Фатима. А пока она покажет мне, как делать традиционную ингушскую халву. Она из пшеничной муки. Только из муки и все? Есть кукурузная, есть пшеничная, и все. А семечку вы не добавляете? По желанию добавляют грецкий орех, но если делать действительно как должно быть, просто чисто мука, масло и сахар. На ингушском сладость называется ховл, что очень созвучно слову халва, хотя по составу совсем на нее не похоже. Начинаем мы, как всегда, с топленого масла, которое греем в кастрюле. Вообще, если много делается, это бывает объемный, даже не кастрюля, а таз. Туда ложится до трех килограмм масла, и с трех килограмм масла уже начинают. Сейчас это попроще, а раньше было это тяжело, этот один должен был держать этот таз, чтобы он не катался, а второй мешал. В раскаленное масло мы засыпаем муку, чтобы она сразу обжаривалась. И это нужно быстро мешать, чтобы оно... Жарим муку в масле. Изюм пожарили, теперь муку ужарим в масле. Чтобы она не прилипла. То есть если прилипнет, будет уже подгорать тогда, да? Уже будет подгорать, да, и там будут мелкие вот эти вот как зернышки, это нежелательно, чтобы они были. Вот этот процесс лится минут 40-50 до часу, пока не станет коричневый цвет. До часу стоять и мешать вот так вот этой штукой? Час вы будете стоять? А почему я одна буду стоять? Мы будем вместе стоять. Ну давайте, я выйду на замену тогда. Тогда нужно мешать быстро, чтобы не подгорело. Да, давайте, все, дежурство. Давайте. Чтобы было удобнее мешать, мы перекладываем массу в кастрюлю поменьше и засыпаем еще муки. Вот такой консистенции. Это завершение. В конце, вот сейчас, пока горячее, добавляется сахар. Так. Не на огне, снимаем с огня и добавляем сахар. Сахара должно быть много. Золотые слова! Вот я всегда знал. То есть сахар, получается, там не расплавится, да? Он просто за месяц... Нет, он за месяц сейчас, и как бы крупинками останется. Получившуюся сухую смесь высыпаем на тарелку и разравниваем. Необычно. И виды там прям крупинки сахара. Да, сахар, он должен быть именно таким. Такой тортик. Только мы с вами орехи... А, или орехи... А-а-а! Оставьте! Я сам все сделаю. Кладу орешек на каждый кусочек и иду пробовать национальные десерты. Я сейчас смотрю сюда и сюда, вспоминаю, сколько масла было в этих кастрюлях, которые все здесь. Немножечко напряжен. Ну, давайте дегустировать. У нас же, в конце концов, исследовательская миссия, правильно? Мы же изучаем вопрос. ЗОЖ может и подождать. Ну, это сладко. Ну, это действительно похоже на рисовую кашу. На сладкую рисовую кашу или рисовый пудинг. Чувствуется, конечно, жирность, но масло у нас домашнее, а все домашнее полезно. Плюс жареный изюм добавляет в свои нотки вкуса. Так, халва. Честно, с трудом себе представляю вкус, потому что в Советском Союзе по ГОСТу халва делалась из семечек подсолнечника. В Турции часто делают халву из кунжутной пасты, а здесь просто мука, причем жареная в масле. И, в общем-то, и все, и сахар. Очень интересно, там очень много сахара. Он прям хрустит на зубах, когда ты это ешь. Это больше, наверное, похоже, знаете, как на чуть-чуть такое рассыпчатое печенье, может быть. Не совсем это привычно, как вкус халвы, но это вкусно. Это правда вкусно, но это сладко, конечно. Особенно детишкам это должно прям очень нравиться. Пока она теплая, ее в руки так не возьмешь, она рассыпается. Но, как сказала Фатима, когда это подостывает, уже можно брать просто как вот печеньки такие и есть. В последние годы здесь, в Ингушетии, все больше открывается кафе и ресторанов с местной кухней. Куда ни приедешь, везде можно попробовать местные интересные ингушские блюда. Находятся и те, кто начинает экспериментировать, берет известные по всему миру блюда и рецепты и добавляет в них свою локальную изюминку. Сегодня мы будем готовить чапельгер и ольгер. Чапельгер и ольгер? Чапель я уже делал, это просто хлебная лепешка. А что мы из нее будем делать-то? Типа шаурму, как ингушская шаурма. Ингушскую шаурму? То есть это блюдо традиционной ближневосточной кухни, но сделанное как бы на местный манер получается, да? Но наша лепешка здесь без начинки и не смазанная топленым маслом. Пока. Берем соус. Так, что за соус тут? Майонез, сметана, чеснок, соль, перец. Чесночно-майонезный соус классика уличной кухни. Мы мажем его на чапель и сверху кладем опять же классический набор продуктов. Капусту пекинскую, берем курочек, все мясные овощи. Берем вот так, мидош и кладем вот так. Дальше берем котлетку. Котлета? Да. То есть вы делаете из котлеты? Да, котлета. Говяжья котлета в шаурме – это тоже что-то новенькое. Обычно все знают, туда просто нарезают куриное филе. Делим на две части. Ага. А, просто пополам и все? Да, пополам и все. Так, будем закручивать. Получается, как домашняя. Да. Когда бабушка надела вам котлета, оказывается, можно из котлет сделать дома шаурму. Осталось отправить чапельгер в духовку и уже после смазать масло. У нас на очереди Ольгер. Бургер, в котором вместо булочки используют национальную лепешку Ольг. А из чего это лепешка? Так, лепешка из пшеничной муки. Туда добавляют соль, соду и кефир. А чем она отличается от той лепешки? Тесто одно и то же, просто форма другая. Ольг более пышная лепешка, но меньшая по размеру. Мы разрезаем ее и смазываем тем же чесночным соусом. Кладем лист салата, теперь уже куриную котлету и овощи. А раз у нас тогда получился Ольгер, то может быть и чиз Ольгер? Конечно, да. Да? То есть можно и сыр добавить? Можно. Такой рецепт, мне кажется, сырочек подойдет. Мы нарезаем сыр, кладем в бургер и отправляем на пару минут в духовку. Ольгер и Чапельгер в меню увеличили поток клиентов с заведений. Особенно новинке нравятся молодежи. Настало время и мне попробовать ингушскую шаурму. Выглядит, друзья мои, шикарно. Уж сколько разных блюд по всему свету закручивается во всевозможные лаваши. И вот здесь в Ингушетии тоже есть свое блюдо, которое назвали Чапельгер, потому что так называется лаваш, да, этот хлеб, в который закручивается сама эта начинка. Очень интересный хлеб. Из-за того, что он делается на кефире, он получается такой мягкий и эластичный. А не как привычный нам лаваш или пита, в которой делается шаурма. В греческой кухне есть гирос, который тоже часто делают на подобном, на похожем хлебе. Ну и, конечно, особую такую пикантность и особый уют добавляет то, что внутри у нас котлетка. Я спускаюсь с гор и готовлюсь изучать кухню равнинных ингушей. Здесь преобладает растительная пища, блюда из молока, мучные изделия. Я напросился в гостях народной артистки ингушетии Айни Гитагазовой. Она обещала рассказать мне интересные рецепты блюд своей домашней кухни. Айни Гитагазова – народная артистка ингушетии и Чечни. Она исполняет традиционные песни, воспитывает троих детей и готовит традиционные блюда республики. Столько всего интересного на столе. Все это у меня пока в одну картинку не вяжется. Это что-то молоко, паста томатная, сахар, масло топленое. Зелень это какая-то. Это у нас черемша, дикий чеснок, который добывается в очень недоступных горных местах и, кстати, является своего рода деликатесом. Чтобы добыть дикий чеснок, люди зачастую в прямом смысле слова рискуют жизнью. Человек, который боится рисковать, точно не пойдет добывать черемшу. А в чем риск добычи черемшу? У нас бывали случаи не очень веселые, когда даже блогеры в прямом эфире наши, ингушские, чечанские, хотели сделать контент и шли за черемшой. И получалось так, что в этом походе у нас один из блогеров потерялся. Его потом, к сожалению, нашли уже неживым. При этом черемша – крайне полезное и популярное растение в кухне ингушей. Но сезон свежей черемши давно закончился, поэтому мы берем замороженную, предварительно разморозив ее, и будем готовить из дикого чеснока сразу два блюда. Первое блюдо у нас будет черемша в молоке. Оно самое распространенное, излюбленное в народе. Серьезно? Черемша в молоке? Да. И это очень вкусно, кстати. Первый раз слышно. Более того, это полезно. Но есть такой момент, она дает очень сильный характерный такой аромат свой. Ага. Не совсем чесночный, а такой даже вот ультра-чесночный. Поэтому, когда собираемся в гости, либо на переговоры, не есть. Не есть такое, да? Да. Ну, примерно те же правила, которые относятся и к чесноку. Мы заливаем черемшу заранее прокипяченным молоком в пропорции один к двум. Ставим на плиту и доводим до кипения. Добавляем топленое масло, солим и перчим. То есть мы, по сути, с вами сделали суп из черемши? Фактически, да, молочный суп получается из черемши. Интересно. А как вы его едите вообще на праздник? Мы его едим примерно как суп из лапши молочный. Ну, примерно. Ну, на праздники точно не едим. Это в таком... Сюда бытовое, обычное, домашнее. Ну, вы понимаете, на праздники мы будем слишком ароматными. А, ну да, да, да. Я забыл, самое правило. Как-то взаимодействовать, да. Поэтому это не совсем праздничное блюдо, но любимое. Еще черемшу тут готовят более понятным мне способом. Тушат в томатном соусе. Мы для начала нашу черемшу тушим в сковороде для полуготовности, пока вода не выпарится у нас. Ага. В то время, как она у нас будет томиться в сковороде, мы подготовим ингредиенты для соуса и добавим к черемше соус. Тоже очень легкий рецепт. Для соуса смешиваем томатную пасту с водой. Мы ее немного солим. Добавляем немного сахара, примерно чуть больше половины чайной ложки. А так как всегда при работе с томатом, желательно использовать сахар. Добавляем... А, масло тоже туда идет, да? Топленого масла, да, так как мы будем все это обжаривать. Совершенно не удивляюсь, все-таки топленое масло – продукт номер один в местной кухне. В полученном соусе Айна тушит черемшу и подает блюдо к столу. Дмитрий, присаживайтесь, пробуйте. Так, спасибо. А вы? Почему один-то я? Ну, я могла бы с вами сесть, если мы были за столом в большой компании. А так как вы наш гость, мы с вами вдвоем, я не имею права садиться за стол с посторонним мужчиной, когда нету других членов семьи. Поэтому я боюсь, что вам придется есть сегодня в одиночестве. Серьезно? То есть нельзя, да? Вот, блин, как все сложно. Ну, для привыкших, в общем-то, нормально. Нормально, да? Да, да, да. Я вспоминаю, что все женщины, с которыми я уже общался здесь, стояли на отдалении от меня и обязательно носили головной убор. Что же, народ Ингушетии чтит и уважает свои традиции. Вы можете руками поломать, я вам даже помогу. Ага. Ольг называется. Ольг, да, я знаю, я уже такое увидел. Ольг, да, которая тоже готовится в доме. Ее в классическом варианте ломают руками. Слушайте, ну, было бы, наверное, неправильно мне не попросить вас все-таки спеть что-нибудь для меня и для наших зрителей, раз уж я в гостях у певицы и у нашей гастрономической программы появился такой вот творческий оттенок музыкальный. И исполните мою просьбу. Ого. У вас, наверное, даже колено. Ничего себе. Вот это да. А о чем песня-то расскажите? Все-таки интересно, такая страна. Про любовь, наверное, да? Ну, какая любовь? Я пою про свою родину. После удивительно красивой песни про Ингушетию пробую самое удивительное блюдо республики. Я пытаюсь вспомнить что-то похожее, но даже не могу представить себе, чтобы вот вываривали в молоке. Ну, блин, черемшу. Друзья, ну, назвать-то невкусным не получится, потому что все ингредиенты здесь достойные и вкусные, но, конечно, сочетание максимально необычное. Вот чего ты точно не ожидаешь, что в твоем во рту встретится чеснок и молоко. Такого события ты не можешь себе представить. Но бывают и такие встречи гастрономические, когда черемша встречается с молоком. Вряд ли я смогу объяснить себе повод, когда бы я захотел такое блюдо. В какой момент в своей жизни, дня и ночи, я бы мог сказать, хочется попробовать черемши в молоке. Но это интересно. Пробую еще раз, как минимум, чтобы запомнить это сочетание вкусов. И перехожу к тушеной в томате черемше. Все-таки в томате, да? Вот это прям вкусно. Это прям вкусно. Чесночный привкус в гармонии с томатом. Сахарочек, томатная паста сладковатая. Баланс соли. Все как надо. Вот это прям хорошая томатная закуска на стол с хлебушком свежим. О, просто нура. Это привычные вкусы нам. Лечо. Хотя для меня более привычно в молоке. Да? Серьезно? Представляете? Дмитрий, а хотите, я еще что-нибудь приготовлю? Раз уж вам так понравилось национально. Опять с черемшой? Теперь уже нет. Ага, давайте, хорошо, давайте, интересно. Мы приготовим еще одно традиционное ингушское блюдо. Кодор сыскал. Кодор – это соус, а сыскал – кукурузный чурек или даже оладушек. Начинаем мы с теста, смешивая для него яйцо, кефир, соду, соль и сахар. Так, все это дело взбиваем. Процеживаем туда кукурузную муку. Через сито, да? Да, через сито. Чтобы ничего не попало. К ней Айна добавляет немного пшеничной муки и опять взбиваем. Мне тоже находится занятие – нарезать зелень. Так, я пока добавляю сюда творог. Добавляю зелень. Угу. Осталось поджарить сыскал на сковороде. Для соуса Кодор мы берем и плавим. Угадайте, что? Верно. Топленое масло. Мы с солью доводим творог до нужного нам вкуса. Угу. Добавляем сюда яйцо. Вы, наверное, обратили внимание на то, что я в перчатке. Ага. А все потому, что нужно разминать это все дело рукой. Ага. А картошку тоже сюда как-то будем терять? Нет, картошку мы будем уже в готовый соус макать и есть. Когда масло становится жидким, оно отправляется в тарелку с творога. Топленое масло всегда у нас считалось в народе чем-то изысканным. То, что себе могли позволить нажиточные ингуши. И надо перемешивать все, да? Да, это мы все перемешаем аккуратненько. Ага. И вот в таком виде будем соус подавать к столу. И снова пробую блюдо, сидя один за столом. Традиция есть традиция. Друзья, ну что, вот еще одно блюдо национальной ингушской кухни, которое я никогда до этого не встречал. Тоже сочетание, вроде бы, известных продуктов, но вот так мы их никогда особо не сочетаем. И вот этот вот творожный вот этот соус тоже достаточно необычный. Ой, такой очень простой, как говорят, деревенский вкус. Это свежая лепешка с творогом. Свежим и масло растоплено. Да, сразу ощущение, что ты в деревне. Да, вот честно, прям сразу раз, и как будто ты утром в деревне у тебя. Он еще такой солененький получается, да, такой вкус у него. Айна говорит, что можно макать еду в соус прямо руками, что я и делаю. Слушайте, очень здорово здесь, в этой лепешке, чувствуется вот эта зеленушка, да? Да, вот это. Лучок, который я резал, играет решающую роль. Ему нужно было удивить особо. В этом блюде, да. Нет, здорово, здорово. Очень вкусная лепешка, она получилась такая очень нежная. Как оладушек практически, да? Не как хлеб, а как такой воздушный оладушек. О, вот это я понимаю. Ребятушки, я вернулся в горы, и сейчас нахожусь на высоте полторы тысячи метров над уровнем моря. До Казбека здесь рукой подать, а я направляюсь в самый высокогорный ресторан республики. Там мне обещали приготовить главное мясное блюдо ингушей. Сажусь на подъемник, и вот я наверху. Готовить внутри ресторана с такими видами просто преступление. Поэтому я прошу повара расположиться на веранде. Фатима, наконец-то мы добрались до мяса. И мы сейчас будем с вами готовить... Дул халтем. Дул халтем. Это какое-то классическое блюдо ингушей. Дул халтем – это мясо, а халтем – это галушки. Мясо с галушками. Да, мясо с галушками. Ну вот как часто в обычной семье это блюдо на столе? Ну я, у меня мужчин нету в доме, поэтому я через три дня могу водить. Через три дня, это редко. Да, когда мужчины в полном доме, они любят дух халтем. Каждый день, что ли? И каждый день им не мешает это. Каждый день прямо это блюдо едят? Да. Первым делом мы берем крупные куски говядины на кости и варим их в подсоленной воде. Хотя раньше основным мясом тут в горах, конечно, была баранина. Пока ждем бульон, делаем галушки. Раньше наши предки, большинство, ели кукурузу на людей. А сейчас на любителей можно и из муки обычной, пшеничной, и из кукурузной. Давайте делать это по классике. Ну, эти интереснее будем пить, когда будем их пить. Давайте, да, кукурузные галушки. Тесто максимально простое. Мука и вода. Замешиваем и начинаем делать из него мини-лодочки. Берем вот так. Берем вот так. Да, вам руки надо намочить, а то будет кипать. Вот наши галушки. Ну, такая кривенькая, это моя будет. Галушки отправляются в кастрюлю с мясом, а мы пока занимаемся неизменными составляющими блюда. Соусом бирхом и чесноком. Чеснок должен быть на столе, если мясо на столе с галушками. Это обязательно. А, да? Это правило такое? Да, правило такое. Трем чеснок, солим, добавляем в воду и делаем соус. То есть это, в общем-то, привычная зажарка, как мы на борщ. Да, да, да. А, все, понятно. Такая будет морковно-луковая субстанция. Но дальше опять начинаются секреты ингушской кухни. Мы отдельно варим картошку, делаем пюре и добавляем туда зажарку. Это бульон у нас, который мы мясо отварили. И там же мясо, и галушки, и этот же бульон. Да, этот же бульон идет сюда. В этот соус. Да. То есть он жидкий должен получиться? Да, чуть-чуть жидковатый должен быть. Жидкое-жидкое получается картофельное пюре вот с этой классической зажаркой. Да. Морковно-луковой. Интересно. Жир вот надо сюда из бульона. А-а-а. Идем жир. То есть самый жирок, получается, из бульона идет как раз в соус. Сюда в соус. Осталось нарезать зелень, добавить в соус и достать из бульона мясо. Его едят, макая вместе с галушками в бирху. Традиционное для Кавказа, в принципе, сочетание, да? Мясное такое блюдо, причем мясное в прямом смысле этого слова. Здесь прям мясо-мясо. Галушки из теста такие клетки. Можно сказать, получились. Очень интересный соус. Фатима сказала, что эту чесночную нашу, соленую чесночную заправку, ее добавляют прям в соус. И каждый на свой вкус делает его вот чесночным. Поскольку это наше последнее блюдо и моя последняя дегустация здесь в Ингушетии, могу себе позволить наконец-то добавить прям вот чесночку, как настоящий ингушский мужчина. Вот так вот. Чесночка я, конечно, добавил добро. Друзья мои, ну, конечно, вряд ли здесь вкус можно назвать экзотическим. Наверное, вы и сами можете представить, что такое говядина вареная. И такой вот соус из картофельного пюре с зажаркой в бульоне с чесноком. Вот так через раз. Порцию мяса, порцию теста. Галушка достаточно простая, сытная. Ну, вы видели, в ней ничего нет, мука и вода. Но, конечно, соус придает ей тот самый вкус. Ну что, друзья, этим сытным мясным блюдом, по сути, главным блюдом Ингушетии, я и заканчиваю свой гастрономический тур по этой республике. Пора подводить итоги. Продукты, составляющие основу ингушской кухни, традиционны для республик Северного Кавказа. Во-первых, это, конечно, мясо, баранина или говядина. Во-вторых, это хлеб и разные мучные изделия. Ну и молоко, кефир, творог, другие кисломолочные продукты. И вы знаете, что, несмотря на то, что кухня ингушей похожа на кухню соседей, меня здесь ждали настоящие гастрономические открытия. Ну, например, чапель с сахарной тыквой или черемша, вареная в молоке. А чего стоит изюм, жаренный в топленом масле для сладкого плова? Или, например, современный ольгер? Друзья мои, приезжая в Ингушетию, чтобы полюбоваться этими красивыми видами, не забудьте сделать несколько гастрономических остановок. Они вас точно не разочаруют. Ну, а я, Дмитрий Левицкий, отправляюсь дальше на поиски новых вкусов и новых интересных блюд, чтобы рассказать вам о них в программе Гастротур на телеканале «Пятница». Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова